Доброе утро! Привет, друзья! С вами Александр Модестович. Сан Саныч. Вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня у нас 26 декабря. 26 декабря. Слушай, ну на самом деле вот я ехал... Пять дней осталось за нового года. Я ехал, машина показывала 11 градусов тепла. Сейчас, чтобы вы понимали, там 5.20, 5.30 утра, то есть раннее-раннее утро. Мы традиционно на оптовом привозе. И как Модестович сказал, в этом году это последний обзор, да? Как не хотите? Как не хотите, но в этом году мы последний раз снимаем обзор оптового привоза, да. Друзья, мы сейчас пойдем посмотрим, что сегодня можно купить, почем, как-то поменялись цены перед Новым Годом или нет. Что от вас требуется? В общем-то, внимательно посмотреть это видео, поставить жирный-прижирный лайк ему. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то сделайте это прямо сейчас. Под видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Ну, а если после просмотра видео у вас останутся ко мне личные вопросы или к Александру Модестовичу, но только сугубо личные. Да, сугубо личные. Вот мой инстаграм, подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Ну, и также мы сегодня после вот этой части пойдем традиционно уже в паркинг. И также еще будет две рубрики от Александра Модестовича, ну как ни крути, прогноз погоды. Ребята, прогноз погоды, честно говорю, не звоните, не спрашивайте. Уже действительно, я так смеялся. Суббак, поэтому тебя же прогноз погоды спрашивают, да? Да, прогноз погоды и что у нас, как дела с рыбкой, мы тоже это все узнаем в конце. И, соответственно, попросим Александра Модестовича номер телефона для того, чтобы все желающие могли быть с рыбкой на новогоднем столе. Но мы поехали. Да, мы не тянем кота за хвост, рыбку, не всех остальных. Комментарии там написали, говорит, кета, ну икра, да? Да, да, кета, кета. Кета, кета. Один не выдержал, написал. Я хочу с этим человеком очень сильно познакомиться, который говорит, короче, кота. Кота, да. Все, друзья, идемте. Доброе утро, Серега. Доброе утро. Ну что, как, 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 скажи, как. Шикарно. Как перед Новым годом вообще настроение? Настроение хорошее, в торговле тоже хорошее. То есть люди покупают, у тебя продукция всегда отменная, разного калибра у тебя есть. Я даже у тебя сейчас не задаю вопрос, я думаю, хочу угадать. 95. Уже прошите времена. Уже прошите 75. Уже. Выше? Уже выше. А, все-таки поднялась. Да, уже поднялась дефицит, много разбирает на область. Ну, я просто слышал, там, на неделе, вот, ты как-то кому-то отпускал, очень много у тебя людей стояло. Я видел, именно слышал, что ты говоришь, этот 95, тот 100. Я не понял, какой, но я... Это уже давно. Это уже давно. Рассказывай, по чем сегодня. Серега, давай испугай нас. И такой 140. Какая цена. По чем грибы? 135 и 140. А с чем связана Сереженко? Ну что? Я брала буквально. Перед 11 декабря, да? Я понимаю. Я понимаю. И что ты берешь? Цены меняются. Что теперь делать? Выкился, наливаем. С чем такая цена сразу? С дефицитом. С дефицитом. С новым годом, снова участвовать, да? Новый год разбираемость больше, область разбирает. Поэтому... Сереж, скажи... Чем меньше гриба, тем всегда цена... Ну, я так думаю, что после Нового года оно все равно опустится. Я надеюсь. Я на это очень надеюсь. Ну, тебе все равно можно звонить. Сереж, ну, лови интересные комментарии. Я уверен, что ты будешь читать много интересного. Свой адрес. Я одену темные очки. Да, да, да. Я понял. Тебе расскажут. Ну, это же не только у тебя. Это же везде такая на рынке цена, да? То есть это же не может быть того, что у тебя цена поднялась, а у всех остальных она такая же. Это тенденция. Я думаю, что это, скорее всего, сезонность. Ну, вот перед Новым годом, я думаю, что так всегда, да? Да. Это ежегодно. Например, в том году и 150 был. Поэтому мы еще... Ну, еще не вечер. Сегодня только 26 число. Да, 26 число. Вполне возможно, что 30 будет другая цена. Ну, я смотрю, у тебя все равно. Вот тут я... Как постоянно люди... Ну, слушай, все равно заказы есть, потому что люди все равно будут готовить, будут брать. И ну, как ни крути. Есть же какие-то определенные вещи запланированы. Сереж, ну, тем не менее, номер телефона для оптовиков? 095-47-80-85. Документы все есть? Есть, естественно. Да, то есть все можем предоставить. Хорошая у тебя... Хорошая у тебя торговля. Спасибо. Понимаем, что цены не от тебя зависят. Но, тем не менее, шумаемо, то маемо. Как говорится, пойдем дальше. Пойдем дальше, посмотрим, что происходит дальше с ценами на рынке. Доброе утро. Доброе утро. Крупный, ну, 15, мелкий, 12. Крупный 15, мелкий 12. И белый сколько вы сказали? 16. 16. Карателька почем? 16. Морковочка 16. Бурячок? Тоже 16. Бурячок есть разного размера. Так, есть пекиночка. Сейчас девочка отпустит покупателя. Пекинка почем? 16. 16. Капуста? Капусточка 8,50 и 11. Отличается, я так понимаю, качество. Он, да, скорее всего? Это уже просто почищенная. Ну, да, понятно, да, сорта, скажем так. Первый, высший, да. Так, авокадо. Авокадо, 700 гривен в ящике. Сколько в ящике? 16 штучек. То есть нужно 700 разделить на 16, и вы получите цену за штучку. 44 гривена. Потому что обычно их продают. 60-65. Да. Так. По чем? Корма у нас в акции 50 гривен. 50 гривен акционная цена. Помидоры Турция почем? 80. 80. 70. Огурчики 70. Так, что дальше здесь? Есть виноград кишмыш. Это кишмыш, да? Он есть двух цветов, да? Нет. Кишмыш одного цвета. Одного цвета, да? А, то кардинал, наверное. Да, это кардинал. Кишмыш почем? Кишмыш 110, кардинал 120. А это инструкция, да, идет, как его кушать, или что? Наверное. Я еще не переводила, не читала. Да, надо, кстати, посчитать. Вы хоть нам в следующий раз скажите, что это такое. Так, гранат. Гранат Турции 87 гривен. 87 гривен. Лимончик. Лимончик 55. Лимончик. Акционного уже нету? И киви? Киви 80. Все остальное нам назвали цены, да? В роликах. Как вы работаете до Нового года? 31-го включительно? Ага. Да? И потом, когда вы ходите, 3-го? Наверное, скорее всего, как? Я, скорее всего, не выйду. До Нового года поработаю и закрываюсь. Ага, вот так вот. А чего? Ну, как-то по количеству товара у меня видно. То есть вы распродаете, да? Да. Ну, вчера последнее было сказано, то, что есть из нашего товара. Ну, а вообще... Слабая торговля, да? 1-го числа, насколько я помню, мы работали. Ну, 1-го января? Да. А, нет, ну, вряд ли 1-го числа. Ну, вряд ли. Базар все равно закрыт. Ну, либо я проспала 1-го января. Скорее всего. Скорее всего, уже было. Оно пришли. Почему мы работали? Нет, 2-го. Не-не-не. 1-го всегда закрыт базар, это я знаю 100%. Я думаю... Киран привоза я... Я была прицепировала, чтобы я вышла, короче, перескочила... Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а после всех праздников, когда ты там стартанешь, как? Пока еще не знаю. Не знаю, по обстановке, да? У нас после 20-го января смысла я не вижу. Ну, там, да, у нас мертвый сезон, кстати. В феврале тоже, там будет неприбыль на месяц. Начиная с марта, там я буду думать, либо на зелень пойду. Ага, даже так? Либо сюда. Ясно. Ясно. Я просто стараюсь работать по сезону. Понятно, понятно. Чтоб не зря стоять мерзнуть. Ведь, слава богу, сегодня и не холодно, но тем не менее. Мы же не знаем, что будет в феврале и в феврале. Тогда мы номер телефона, наверное, пока не берем, да? Пока вас, да. Да, кто хочет найти до 31-го числа, приходите, находите. Вот, будем рады вас видеть. Да, вы, кстати, приходили, находили. А мы тебя видели в интернете. Где же меня там видели в интернете? Я же тебе показывал, где ищешь. Регулярно, каждый вторник. Я забываю. Хорошая торговля. Хорошо, хорошая торговля. С наступающим Новым годом. С наступающим. Ну, и увидимся уже в Новом году. Доброе утро. Здравствуйте. Причем картошка у вас? Двадцать. Двадцать, это лимонка? А у тебя только лимонка или есть что-то еще? Только лимонка, да? Откуда картошка? Ровно. Красивая. Красивая картошечка, шикарная. Словно привезти. А за сколько километров вы ехали? Семьсот километров. Да. Ну, ты сегодня только заехал, да? Ну, да, еще буст полный. А что, выгодно так буст за семьсот километров везти? Это же кажется... Не надо фурами возить, чтобы был заработок. Ну, ладно, это, как говорится, ваша кухня. Ну, двадцать гривен, это цена у нас уже высокая. Поднялась, да? А что дальше с ценами будет? Она будет еще в России? Я думаю, что нет. Это уже все, да? Чисто перед праздником, как бы. Ну, цена поднялась, а там будет видно, понимаешь? Она сейчас в холодильниках лежит. А помнишь, мы снимали обзоры, было десять и восемь было. И шесть, помню. Ну, окей, спасибо, хорошая вам торговля. Доброе утро, а почему ваша капуста? Пятьдесят пять. Пятьдесят пять, и пекинка? Восемнадцать. И пекинка восемнадцать. Красивенькая такая, господи. Смотри, какая красивая. Где ее выращивают? Откуда она? Измаил. Измаил, наша Украина, да? Измаил. И это тоже Измаил, да? Конечно, да. Супер. Ну, удивительно. Красивая, да? Свеженькая. Спасибо. Почему ваша кротелька? Пятнадцать. Пятнадцать бурячок? Пятнадцать. Бурячок хороший, красивый. А лук? Четырнадцать. Ищет четырнадцать. Откуда все приехало? Маяки. Маяки. Слушай, ну, морковка. Нет, все красивое, я смотрю. Красивое. Прямо вот. Она на сок хорошо пойдет, она такая сочная. Класс. А сколько примерно идет в мешке? Двадцать килограмм. Двадцать, а тут? Тоже двадцать. И лук тоже, плюс-минус. Спасибо. Хорошо, на торговле. Доброе утро. Почем ваша груша? Любая? Она отдала. Это шестьдесят. Это шестьдесят, это пятьдесят, да? Я смотрю, ребята тоже только заехали. Откуда груша приехала? Неверо. Неверо. Красивое, красивое. Пятьдесят и шестьдесят. Спасибо. Яблочки. Голден двенадцать, фуджи двенадцать. Мы еще не успели. Сколько сказали, семеринка? Семеринка семнадцать. Семнадцать. Угу. Красивые яблочки. Яблочек много, поэтому... Не можно поехать. Люда моя уехала в Третья-Назберман. Слушай, ну вот... Красивая, ну как одна в одну вот есть такая прямо. Это настоящее, видно. Она кислая должна быть, да, такая? Угу. Спасибо. Хорошей торговли. Доброе утро. Добрый ранок. Почем ваша грушечка, ну расскажите. Пять, шестьдесят, пятьдесят. Шестьдесят вот это самое крупное, да? Да. Угу. Ну, вон, даже вон, я вижу, разрезанное, видно. Откуда груша приехала? Винница. Доброе утро. Почем ваша фасолька? Шестьдесят пять. Шестьдесят пять любая, да? Раз, два, три, четыре. Это семечка. А семечка почем? Семечка почем? Сто сорок. Сто сорок и нечищенная? Сто. Нечищенная сто. Красивая, кстати, груша. Орехи почем? Орехи сто сорок, сто семьдесят, и шиповник? Семьдесят. Шиповник восемьдесят. И груша, вы сказали, вот эта вот почем? Вот эта, статика, красивая. Да, семьдесят гривень. А то ноябрьская. Чернослив? Чернослив девяносто. И сухофрукты? Сорок пять. Яблочко? Все, яблочко восемнадцать. Вот это Рихард, смотри, 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 красивый вот этот. Ну это холодильник. Это видно, что это холодильник. Ну, красивое яблоко, как ни крути. Доброе утро. Почем яблочки ваши? А? Четырнадцать. Все по четырнадцать, да? Да. А такие? Четырнадцать. Орехи почем ваши? Сто пятьдесят. Сто пятьдесят? И чернослив? Пятьдесят. Угу. Откуда все приехало? В Шаргород. В Шаргород. Ничего себе. Венежская область. Венежская область. Ну, красивое яблоко. Смотри, тоже. Спасибо. Спасибо, хорошая торговля. Спасибо. Она хоть есть немножко? Торговля есть? Да? Буде? Еще заранее. Так, тут никого нет. Яблочек много, кстати, сегодня. Вот. Цветная капуста. Цветная капуста. Доброе утро. Почем капуста? Двадцать пять и сорок. Двадцать пять и сорок. А, да, двадцать пять. Только не снимайте. Вас не снимаю, мне нет. Двадцать пять вот такая вот. А это сорок, да? Ну, тоже, видишь. Откуда капуста? Измил. Такая все-таки свеженькая, красивая солёженькая. Доброе утро. Почем груши? Груша пятьдесят. Любая, да? У вас она одного размера. Красивая. Ну, даже можно взять и попробовать. Если людям режут, режут. Одна рядочка, да, идет? Да. Сколько примерно в ящике? Килограмм восемь. Килограмм восемь. Откуда приехала? Винница. Винница. Вы только заехали, вижу. Да. Только заехали. Вам хорошего дня, хорошей торговли. Здравствуйте. Почем яблоко? Двенадцать до двадцать два. От двенадцати до двадцать два, да? То есть в зависимости от размера и сорта. А самое дорогое какое? Вот же двадцать два. Вот это, да? Это холодильник, да? Нет? Ну, смотри, какая. А это Рихард? Моди. Моди. А Рихард бывает? Есть он? Дальше. Угу. Ну, голден, смотри, он тоже очень хороший, красивый. А нет, красивое яблочко. Красивое. Спасибо. Доброе утро. Черносливчик, доброе утро. Да, почем чернослив ваш? По сто. По сто. А где были домашние? С косточкой домашней. Пахнет осудой. Да, видно, слышу. Это надо ящик брать, чтобы было по сто, или можно меньше? Да. А сколько в ящик идет? Килограмм двенадцать. Груша почем ваша? Килограмм двенадцать. Пятьдесят. Яблочки? Я ждала, знаешь, я боялась. Пятнадцать сколько? Пятнадцать, четырнадцать. Четырнадцать маленькие, пятнадцать великие. И горишки ваши? До шестьдесят. Сто шестьдесят. Огурчики? Салат. А шестьдесят килограмм? Шестьдесят килограмм. Ага. Откуда приехали? В Виннице. В Виннице. В Солнечной Виннице привет передавайте. У нас там много друзей. Доброе утро. Почем картошка? Двадцать. Восемнадцать? В САПу восемнадцать. Так, есть королева Анна, есть пьянычка, есть лимонка, есть белороса. Я, кстати, давно не видел вот такого выбора. Обычно у кого-то там один-два, а здесь прям четыре. Смотри, даже поменьше мешочек. Она похожа на домашнюю, да, у вас? Или так, плюс-минус? Плюс-минус. Что-то домашнее, что-то. Не, ну это все равно. Это, видно, скупали. Не, ну все равно, знаешь, она есть, знаешь, вот когда одна в одно, а это вот похожа. А, это, посмотри, маленькая и... Вам хорошей торговли. Откуда приехала картошка? Винец. Спасибо. Так, фасоль. Фасоль тоже красивая. Доброе утро. Почем яблочки? Такие пятнадцать, наверное. Такие двенадцать. А фасоль почем? Шестьдесят. Фасоль шестьдесят. Откуда приехали? Винец. Винец. Слушай, у нас сегодня рекорд дает Винеца. Вы все вместе одним караваном шли, потому что одна Винеца у нас такая. Как бьем оттуда, там одна Винеца. Ох, какая груша, Саня, смотри, какая груша. Почем такая груша? Шестьдесят. Шестьдесят, красивая. Красивая груша, очень. Красивая и вкусная. Такая? Такая пятьдесят, пятьдесят и сорок. Это яблониска, это другая сорт. Ага. Шестьдесят. А что вот это за сорт? Ноябрьская. Ноябрьская, да? Ну, это же тоже надо было дереву вырастить. Ну да, просто сравнить с кулаком, то плюс именно... Щебельщик был. Откуда приехала грушка? Винецкая область. Красивая груша. Не, ну груша очень красивая. Спасибо. Вам хорошей торговли. Картошка не ваша, не? Соседская? А огурчики? Тоже нет. Тоже нет. По чему ваша картошка, доброе утро? Двадцать. Двадцать? А огурчики? С утра были пятьдесят пять. С утра. Булы пятьдесят пять. С утра были пятьдесят пять. Слушай, ну, картошка красивая на самом деле. Ну смотри, вот, в прошлый обзор мы фактически картошки не видели. Сейчас я смотрю, что раз, два, это уже считает третий. Ну, смотри, а вот это тоже похоже на домашнюю, видишь? Видишь, это красивая картошка, это классная картошка. Хоть она и мелкая, но это домашняя. Это видно, что это выращивали дома. Так, есть масло. Доброе утро. Доброе утро, а почем ваше масло? Сколько? Пятьдесят. Пятьдесят. Сколько надо взять, чтобы была оптовая цена? Оптовая? Да. Сколько, сколько нужно? Ну, вот сколько ты вот. Оптовая. Литр, два, три. Сколько бутылок надо взять? Ну, там, от ста литров, наверное. От ста литров. То есть сто бутылок, и тогда будет оптовая цена. Хорошо, спасибо. Оленька, доброе утро. Вы в процессе, да? Вот только начали работать. Вы только приехали, да, Олечка? Вот как полезно приходить рано-рано утром, да? Можно посмотреть, как люди выставляются. У нас внутри она не готова. А, ничего страшного. Ничего страшного. Вот, опускай она будет так, как есть. Я просто увидел фуру, я знаю. Это Рихард. Это самый настоящий. Самый настоящий. Потому что я смотрю, что он прям вот... Вот есть такой средненький и есть крупный. Посмотри. Такой 20 гривен. Ага. Яблоко сочное. А что рядом? Черный принц. 20 гривен. Красивая. Семиренка. Средненькая, но тоже 20. Ага. Рихард крупный и 25. Это чемпион. 20 гривен. Что-то еще будет? Да. Еще будет два вида галлы. Ага. По 20 гривен. Фуджи. Угу. И все. И все. И есть у нас очень... А что такое крупное? Крупный и натуральный сок. Тоже чемпион, да? Что еще есть? Сок натуральный, крафтовый. Из настоящего чистого яблока. Здоровье, Людю. Ух ты. Яблочный, крошевый. Мы еще пока не можем его представить. Яблоко с вишней, яблоко с вишней. Цена и объем там какой идет? 3 литра. Яблоко 180 гривен. Все остальное 220. Это что идет в стекле или в паках таких, да? Мне кажется, я уже его видел, но я хотел бы еще посмотреть. Олечка, давай я помогу. Ух ты. Слушай. Да. Ага. Сейчас все расскажу. Дорогие друзья. Еще раз, какая цена у него? Такой, это яблоко-вишня 220 гривен. Яблоко-вишня. Безопасно натуральный сок. Действительно. Я была на производстве, видела, как его делают. Там все очень стерильно, чисто. Все фрукты роются перед тем, как все это сделать. И его безопасно давать детям. Я на своих проверила, на всех, на крестниках. Ну, Оля, я у тебя сегодня буду. По-любому. За соком я зайду. Потому что у меня младшая дочь любит сок. Сок действительно очень-очень вкусный. И он без консервации. Это ты новинку мне показала. Меня даже заинтересовало. Я сама заинтересовалась, потому что лично видела, как его изготавливают. И очень приятно поразило. Это небольшое производство. Не такое, как Сандора, другие соки. Ну, тут и цена другая, потому что, ну, если вы говорите, что это крафтовое. Это крафтовое. Сто процентов. Я отдаю гарантию, потому что я лично видела. Груша? Груша есть? Груши сегодня нет. Груши сегодня нет. Оленька, номер телефона, по которому можно звонить и становиться вашим оптовиком? 067-76-78-404. Ольга, заходите. Оля, огромное спасибо. Хорошая торговля. Да, немножко порадовали. Да, еще немножко. Нормально порадовали. А Рихард тебя не порадовал? Ну, Рихард вообще. Это яблоко. Ну, скажи, яблоко действительно детство. Да, да, да. Саня, оно не просто яблоко детства. Я просто его даже дома же сад был. Батя насадил яблок. Было семеринкой, был голден. И джинутан был, ну, я с яблоком немножко был связан. Я знаю, что такое яблоко. И вот всегда... Рихард у меня никогда не доспевал. Ну да, не доспевал. Никогда. Так, все, идем, а ты сейчас еще и Рихард съешь. Рихард, спасибо. До свидания. Олечка, хорошего дня. До свидания, Модестович. Давайте вам поярку. Не надо, не надо. Не надо, не надо, спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Королева нашего масла, королева наших солений. Солений, королева привоза, скажи еще. Я так уже... Я на место занялся. Да ладно. Я видел твою маму. Да, то мама стояла, да? Да. Вот, я подошел, она говорит, а это что, Модестович? Я говорю, да, это Модестович. Говорю, а где? Она говорит, ну, она перед Новым годом должна себя в порядок привести. Ну, похвастайся. Ну, похвастайся, не стесняйся. Не говорят вашей маме из-за того, что... Я даже больше знаю. Молодец, красиво. Красотка. Не спрашивают, вашей маме взять не нужно, нет? Ну, это проблемы мамы. Это мама. Я понимаю, это хорошо. Даже не знаю, что сказать. Вот давай с фасоли начнем сегодня. Давайте. Просто фасол, мне кажется, это самое актуальное перед Новым годом, да? Какая цена у нее? Раз, два. 70 гривен килограмм. Любая. 48. И сколько? Подаем от 3 килограмм. Да. Любого вида. Угу. Пожалуйста. Сухофрукты? 45 гривен килограмм. Грушка, яблочко, сливка. Грушка есть вот такая, есть там резаная грушка. То есть не один вид груши. Угу. Ясно. Масло даже пока не спрашиваем. Оставим на закуску. Вдруг оно подешевело. Не, 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 не. Так. Помидорка. Помидорка 60 гривен килограмм. Такое ведерко получается 240 гривен с ведерком. То есть ведерко в подарок идет? Я понял. Не, не, не. Ведерко мы считаем. Если потом принесите пустое, 30 гривен возвращаем. Ага. В свободное от Дунайки время. Да, да, да. Это пусточка 40 гривен килограмм. Это 5 и 10 гривен. Это домашняя мама делала? Да. Мама с папой. Мама с папой. Бывает у нас еще тара поменьше. Тара есть 3 килограмма и 2. Но эту тару мы считаем 45 гривен. Получается 3 килограммовый ведерко 150, а 2 килограммовый старый 100 гривен. Так. Огурчики. Огурчики, смотрите, у нас есть двух видов. Вот такие вот, средние, чуть-чуть запотели. Очень красивые, кстати, да. 70 гривен килограмм. И вот эти помельче. Пишите говорить красивые. А эти самые красивые. Я найду, что сказать. Вот. А такие... Слушай, ну это вообще... Эти по чем? 75 гривен килограмм. Долго думала, не могла цену сложить. Не вспоминала. Ну и сколько сказать им? По 3 килограмма ведерко. Ну, эти красивые, правда, их там на салат. Ну это на салат, на Али. Одинаковые. Разница в размере. То есть, кто любит покрупнее, кто любит помельче. Это у нас баклажан фаршированный. По 2 килограмма ведерко. 110 гривен килограмм. Такая ведерко получается 220 гривен. Есть у нас салатик такой, 150 гривен. Ведерко, тут 2 килограмма. Есть, вот смотрите, появился у нас перец. Маринованный, но это не сладенький. Это такой, вот знаете, есть фаршируем. С овощами. Да, да, да. Вот это он с кислиночкой. То есть, типа, как наличие, да? Что-то такое, да? Ну, тут тоже идет сладкий. То сладкий, а это прям совсем, да, с кислинкой? То есть, меда там нету? Не-не-не-не. Цена у него какая? 110 гривен килограмм. Это? 2 килограмма 220 гривен. Это что, огонек? То есть, течень язык что-то? Не-не-не, это баклажаны по домашнему. По домашнему. Это заводское, это не мы делаем, но они тоже сами пробовали, сладенькое. Оно идет, видите, с перчиком. Да. Я вот сейчас, действительно, я вот сейчас смотрю на все это, я понимаю, что если бы мастер маникюра вот просто бы сейчас здесь дал бы свои контакты, это была бы хорошая реклама. Да. Далеко живет, я об этом подумаю. Да, да, да. Ира, тебе привет. Ирочка, привет. Да, все нормально. Ира, у тебя, может быть, даже мои дети и жена будет за это бить. Вряд ли они далеко поедут. Слива у нас 100 гривен килограмм. Это маринованная, да? Да, да. Она сладенькая, да? Да, можете попробовать. Все попробуем сразу. Не-не-не, с утра нас что-то все выпадают. Тут 2-300, 230 гривен такое ведерко получается. Все свеженькое. Все свеженькое. Ну и приходят, постоянно говорят спасибо вам, что вы снимаете, я не знаю, приезжают многие из-за города. Да, тоже раз в неделю говорят, мы все знаем, я рассказываю, рассказываю, не надо все знать. Не надо, нам заверните, да? Ну я даже стесняюсь спросить цену на масло. Вот так вот спросим. Всего лишь. Мадеста, я думаю, что ты угадаешь с 3-х раз цену? Давайте. А ну? Нет. Нет, да? С первого раза. Нет. Подумайте. Нет. 45 гривен за литр. Класс. Продаем от 3 штучек. Масло домашнее, сырая семечка, холодный отжим, нерафинированное. Есть литрушечки и есть пятерочки. Которые ищут уже нет. Вот это называется стабильность, понимаешь? Пока мы не делаем. Вот честно, даже когда мне начинают рассказывать за масло, я говорю, не надо, я знаю, у кого спросить. Официально, конкретно, много месяцев контролируется, все видно. Да, вы сами видите, проходите часто, мы тоже все видим. Да, за тобой тут сидят, ты не подумаешь. А ты даже хочешь, не хочешь, он просто вот так, синее пятно. Туда-сюда, туда-сюда. Скажи, как вы будете работать после Нового года? Я думаю, с 3-го числа. А до Нового года, 31-го будем? 31-го будем, до обеда точно. Всех ждем. Тебя с Новым годом, твою маму, мастером обязательно. Как ее зовут? Ира. Ты что? Ирочка. Как ты мог? Ай-яй-яй-яй. Вот это я проехал. Слухом, слухом. Ну, естественно, давай. Ирочка, тебе за вот это красоту. Дочка, доброе утро. Ирочке, привет. Я хочу всем пожелать, всем украинцам главной победы. Пожалуйста. Этот год у нас высокосный. Давайте верить в хорошее. Ой. Верить, что этот год именно нас поздравит, как никогда. И все будет у нас хорошо. Приходите, мы вас ждем. Спасибо каждому, кто приходит. Спасибо вам. Что и до вас приходят тоже многие. Заходите, всегда рады. Тебя тоже с наступающим. Спасибо. Дай бог тебе здоровечка. Дай бог красотулечка. Красотулечка. Да, Ира. Номер телефона мог бы здесь быть. Спасибо. Хорошей торговли. С наступающим Новым Годом. Да. Доброе утро. Русланчик. Доброе утро. Ты вернулся. Ты вернулся. Он вернулся. Я его уже видел. Он там ездил по делам. Слушай, ну без тебя работало все. Я не знаю, смотрел ты видео или нет. Я не знаю, я видео бы поставил. Но все равно мы снимали, мы подошли, сказали, Руслан уехал там по делам на родину. Русланчик, рассказывай нам, что у нас по мандалинам. Сейчас все товары дороже. Подорожало все, да? Подорожало полупрограмма. Полностью, да? Вот самый дешевый мандалин, который раньше был 50, сейчас 65 гривен. Ого, на 15 гривен. Да. Так, эти почем? 70. Терментира. Это? Это дубеш тоже 70 гривен. Это дубеш, да. Это из мира, тогда. Сколько? 70. Так, почем там у тебя помела? Помела 800 гривен. Грей? Грей 60. А у нас шестерка 1350, восьмерка 1300. Так, шестерка 1350, восьмерка 1300. Здесь был меньше, то крупнее, да? Лимон 85. А вот это мандалин. Так. Лимон? Лимон мой есть. 45. Так, знаешь, как вместо апельсина. Вместо апельсина, он сладкий? Да. Да, это лимон уже настоящий. А, то есть это гибрид, да? Да, да, да. Это какой-то гибрид, да? Да, это 40 гривен. Это 58. 58, да, можно взять. Так, подожди, манго. Манго, где-то 700 на 6. 116 штук. 116 гривен штука. А чеснок? Чеснок 110 килограмм. Это чей-то резкий? Да. 110 килограмм. Сколько идет? 5 килограмм. 5 килограмм. Так, это? Авокадо? Авокадо тоже 700. 43 штук. 43 гривен штучка. Да. Киви? Киви 800. 80. Это? Это мандрин. Это мандрин со сумочкой 65. Так, гранат. Гранат 90. Гранат 90. Кабачок? Кабачок 90. Камельненький такой, красивенький, да? Да, очень аккуратно сделанный. Так, это что у нас, перец, да? Перец 120 красный. 120 красный. Перец там что у нас? Это тиш-миш. Тиш-миш. Причем? 110. 110. И апельсинка? Апельсин 75 и есть прекрасный, понял? А, вот этот красный, а вот эта вот? Да, она прекрасный идет 80 гривен. 80. Есть. Агрессий сад. 60. Помидорка? Помидор 90 гривен. Банан? Банан. Банан 1200. 1200. И хурман? А, 80 гривен. Хурман, ваша хурман. Да, Азербайджан. У тебя там суфлеры, азербайджан, помощники. Да, помощник, да. Да, да. Помощник много, ничего не помогает. Я понял, да. Русланчик, есть такой вопрос. Вот я, там есть у нас на рознице маленькие бананчики, знаешь, есть? Бэби, да? Есть. Это назвать Бэби-бэби. Да. Маленькая. Да, маленькая веточка. И что мне понравилось? Я, наверное, ящика 7 килограмм бывает. Да. И он очень, очень дорогой. Очень дорогой. Чилограмм 200 входит, в минимум. Обалдеть. Здесь никто не возьмёт его. Поэтому вы, если привозят, я просто увидел, я знаю, что это за банан. Я когда-то... Я знаю, она есть, просто если я его везу сюда, он никто не будет подпочить. Тебе его не выгодно. Он никого не нужен. Ясно. Ясно. Понял, в банане минимум 10-15 гривен подорожало. Минум. Помидоры, смотри, 90 гривен, был 50. Угу. Ну, это ж не только у тебя подорожало, ты же везде подорожало, правильно? Я понимаю, везде подорожало, только не мне. Угу. Скажи, пожалуйста, как ты будешь работать? 31-го ты будешь работать? Конечно, я буду каждый день работать, только 1 января не буду работать. Угу. 1 января, а 2-го уже будешь на работе? Конечно. Говори номер телефона. У нас же аренда здесь есть, не будем работать. Ну, конечно. Хочешь, не хочешь, а платить надо. Да. Ну, 68, 698, 56, 57. Угу. А 5 часов, то вечера 8 работаю здесь. Угу. Мы это все сделаем нормально. Вот. Он сказал, говорит. Сделаем. Модестович, я все сделаю. Сделаем закупку. Порешаем, порешаем. Порешаем этот вопрос. Все, Русик. Спасибо, пойдем дальше. Давай, тебе удачи. Давай, брат. А по чем ваша картошка? Ну, хозяин. По чем картошка? 20. Картошка по 20. Морковка? 10 и 15. 10 и 15. Вот та, что помельче 10, да? Вот эта крупнее 15. А, вот эта, да? Да. Вот эта 15. Да. Бурячок по чем? 14. Бурячок 14. А лучик? 15. А это же картошка? Это картошка 18. 18. А что за сорт? Похоже на лимонку, похоже, да. Она вся, это 18, это 20 и все остальное, да? Да, да. А что это за сорта? Белорусская лимонка тоже крупная. Крупнее лимонка тоже 20. Ага. Спасибо. Хорошая торговля. Здравствуйте. По чем ваш лучок? 15. 20. Такой хороший, крупный. Такой? 14, да? Да. Картошечка? 20. А что это за сорт? Белорусская. Угу. Слушай, она такая крупная, и крупная, и мелкая. Бурячок по чем? 14. Средний по 12, морковка 15. Морковка 15. И капусточка? 9. Капусточка, кстати, очень красивая. Угу. Да. Спасибо. Хорошей торговли. Мы посмотрели опт здесь. Да, цены узнали. Ну, то, что мы увидели, что цена растет на многие продукты, или уже выросла. Очень много картошки, очень много яблок, очень много друзей из Винницы приехало, кстати. Да. Это радует. Ну, что, ситрусы тоже подорожали? Ну, немножко, да. Ну, в принципе, как бы ожидаемо, что перед Новым Годом, опять-таки, мы надеемся... Оно всегда так было. Да. Мы надеемся, что после Нового Года... Чуть-чуть, может быть, будут завозы, может быть, какие-то как-то по-другому. Просто сейчас, видно, придерживаю чуть-чуть товар, потому что я, насколько я разговаривал с Русланом, Русланом будет, он говорит, будет 100% подъем. Нет, все будет понятно. Сейчас перед Новым Годом идет спляска. Каждый, ну, вечери, ну, ты же сам понимаешь. Новый Год, дети, ну, как без цитруса. Если мои уже взрослые, и все равно... А что у нас ящичка, даже мандарин не будет стоять под елкой? Ну что, идем в паркинг, посмотрим там, что у нас и как изменилось. Идет, друзья. 34-й павильон. Каша, здравствуйте. Так, что у нас интересного перед Новым Годом? Весь ассортимент предновогодний. Весь ассортимент предновогодний. Давайте начнем вот с этой красоты. Расскажите, пожалуйста. Шампиньончики пикантные уже готовые к столу. Вешенка, как всегда, наша уже осталась совсем немножко. И розница. Грибочки и... Как всегда, и зайдете в закрома, да? Да. Лес грибок у нас. Так. Что тут есть, рассказывайте? Вот у нас вешенка. Вешенка. Почем сегодня вешенка? Цены чуть-чуть поднялись. Вешенка 140. 140. А была? А была 130. Чемпионы 120. А были? 90, 80. Да, 85. Последний эфир был 85. И Королевский 130. Это все приехала Житомир. Это гриб из Житомирской области. Все свежайшее. На все есть документы? Конечно, да. Зрители могут не беспокоиться. Да, у нас сертификаты. Все, все есть. Так, мы идемте, выйдем с холодильника. И узнаем цены на эту мариновочку вашу вкусную. Да, конечно. А, у нас еще есть другая мариновка. Вешенка вот в таких вот маленьких кисервах. Это у нас, Ален, это 150-120 оптом. Вот это вот 120 оптом. То есть можно взять уже по 122 баночки, да? Да, да, да. Это, Ален, 120. Оптом? Нет, розница 110 оптом. И большая? 260, как и было, так что оно не интересно. Так, Наташа, расскажите, как вы работаете на праздники, перед праздниками, после праздников? Есть у вас категория? 31-го числа последний день работаем. А второго, да, Аленушка? Алена. Второго мы уже работаем с 8 утра, так что. Угу. То есть всего один день отдыха вы берете себе? Да. Ну, так всегда. Каждый год. Так всегда. И еще я приготовила рецепт. О, давайте. На Новый год. Рассказывайте. На Новогодний стол, скажем так. Мы любим рецептики. Мы любим рецептики. Мы любим рецептики. Берем. Да. Вот такого вот, вот такого калибра. Угу. Чуть-чуть больше. Шляпочку вырезаем. Сюда делаем подготовленное сливочное масло, укроп и чесночок уже в примороженной морозилке, разрезанный. Сюда кладем кусочек вот этого масла. А сверху сыр брит. Угу. Сколько? На 15 минут. 15 минут, да? И будет вкуснятина. Ну, это сразу надо подавать и есть горячее. Да, конечно. Сыр брит чуть потаял. У тебя случайно родственницы нет? У меня? Да нет вроде. Нет. С какой столью интересуетесь, молодой человек? Нет. У меня просто жена это делает. Да? Аааа. Я не даже разюился. Нашенька, номер телефона, по которому можно звонить и заказывать грибы? У нас 67, 813, 72, 22. Наталья. Ааа, можно только забирать, либо у вас есть доставка? Нет, есть доставка. Я уже управляю по новой почте, пожалуйста, с вашей рекомендацией. Супер. Модестовича. Человек писал. Александр. Привет. Если вы будете смотреть. Тоже Александр, да? Да, да. Я ждал с руками. Отправила, да? Да, да. Все. Ну, меня уже радует. Супер. Огромное спасибо вам. Ты мне даже говорила, что действительно есть люди, которые, да, говорят там. Да, да. Модестовича Модестовича рекомендовала. Я говорю, все-таки. Я немножко затянулась посылка, но очень много делала. Заказ грибов. Сейчас гриба очень мало, потому что был прост перед Рождеством. Ну, все равно ты отправила. Конечно. Я извинилась, но я отправилась. Угу. Супер. Огромное спасибо. Я знаю, какой Александр, он у меня задавал вопросы. Ты знаешь, да? Ну, все, отлично. Тогда Александру дважды привет. С наступающим. Спасибо. Двадцатое, двадцать первое торговое место. Саныч, смотри, какой очень. Большой магазин Модестович. Давай зайдем, посмотрим, что тут у ребят есть. Ананасы. Смотри, тут. Много всего. Так, бананы. Доли, ты представляешь? Да, знаю, знаю. Добрый день. Добрый, добрый. Утро, вернее, еще. Добрый, добрый. Расскажите нам цены, что у вас по чем сегодня? А что у вас интересует? Абсолютно все. Начнем с бананов. Давайте с бананов. Банан тысяча триста гривен, тысяча триста гривен. Тысяча триста гривен доли, да? Доли. Не-не-не, доли, скажи, тысяча триста пятьдесят. Типа фаворита. Хурма почему? Хурма 75, 80, 90. Разным цены. От чего зависит цена? От размера, да. То есть самая маленькая 70 и самая крупная? Самая крупная 95. Ананас почему? Ананас 1300, 1200, 1100. Тоже зависит от королевских ананас. Давай вот этот сколько стоит? Это у нас 1300 гривен. Восемь штук, да? Да. Такой? Там-то это то же самое. Восемь. Это он же, да? А это шесть. Сейчас, сейчас. Так, цитрусов очень много. Слушай, ну радует, что у ребят и очередь стоит, и движуха как бы. Ну, реально у них стоит очень. Так, а ну... Сейчас я, у нас куча клиентов. Это хорошо, это хорошо, что куча клиентов. Сколько вам один гранат, а? Почем вот такой гранат, который ты сейчас даешь? Гранат такой 120 гривен. Это экстра гранат, очень сладкий, красивый. Угу. Есть премиум класс гранат, вот такой в картоне. В картоне? Так, вот. Поближе посмотрим, есть вот такой гранат и это премиум. Угу. Хорошо. А мандаринку? Сейчас будем узнавать цены на мандаринку, но мы знаем, что мандаринки подорожали, но посмотрим, по чему ребят здесь. Заодно, друзья, у вас будет возможность сравнить цены. Так, еще раз напоминаю, что это паркинг, второй этаж. Это самый элитный магазин. Самый элитный магазин. Самый скромный, самый красивый. Да. Ну, тут есть где, смотри, не упади, есть где разгуляться. Я смотрю даже по мандаринам. Артем, рассказывай нам цены, давай отсюда по порядку. А, подожди. Нет, ты нам не сказал на вот эту. Это экстра гранат 130 грин. Да. Хорошо. Это тоже Турция? Да. Давай мандарины. Это мандарин Турция Дубеш сорт. Это 70 грин можно. Угу. Такой? Это? Это тоже 75. Это уже с новой партии мандарин. Угу. Этот. Этот 70 тоже. Этот? Этот 75. Потому что Зеленский поднял растаможку и мандарин подорожал. Угу. Ясно. Будем знать к кому обращаться. Да. Давай про киви расскажем. Киви 90 грин. Греция. Это вот такой спаленный, да? Крупненький. Так. Что у нас там дальше? Давай посмотрим. Так. Батат. Батат 130 грин. 130-120. Это что у нас? Это у нас голубика крупная. Очень красивая. Она идет уже расфасованная? Да. Сколько стоит? Это получается 1000 грин ящик. Здесь 12 коробочек. Это коробочка. Грин 80. Угу. Такой киви по чем? Такой киви 8 калипийola. Капинка цена. Здесь располагаемая. Килограмм идет. Килограмм, да? Королевский. Королевский киви? Это не королевский киви? Это не королевский киви? Это обычный. Королевского на ветве нет. Ух. Видишь? Показалось, что королевский, но надо всё спрашивать кстати. сейчас будет киеве тут кстати много авокадо вот королевский какая у него цена сколько там ящик идет сколько штук или сколько килограмм как считается но под килограмм какая сколько килограмм 5906 килограмм 6 килограмм вообще идет авокадо 700 хас это мандаринка это красивая это красивая мандарина смотри какой апельсин я же даже застыл вот честно говоря я не ожидал ну смотри почему дарить спальни ага 100 на апельсину ящик или примерно 10 килограмм манга для 500 ящик это у нас 9 штук или до ящика а такой просто знаете вот так что мы здесь еще не посмотрели ну все шарон анга 2400 можно если для подписчиков подписчики привод 2400 все супер но если скажут про сан саныча ты будешь знать что-то от нас до от сан саныча кто придет 2400 мандаре что круто шарон почему 140 145 разницы 150 кардинал 130 даже мы уже спрашивали одном месте нам не смогли ответить скажи это инструкция по применению винограда нет это просто пленка она держит бумажка это инструкция как правильно кушать виноград да или как правильно его продавать это как правильно его продавать так еще раз цена на да 130 гривен это кардинал и кишмыш причем кишмыш также сама на цена одинаковая хорошо так тут лимончик это не лимончик это тут айва 120 салат 450 гривен 430 можно уговорить так как айсберг от айсберг 650 гривен ящик ящики 10 головок а чистое здоровье это называю почем до 120 свите свите 100 свите 100 к помыла 85 красный 80 делая тут у тебя еще этот апельсином это гельсин турция 70 гривен вообще сладко вот это что не вот грей подожди вот грей хочу грей тоже турция 65 апельсин 75 и вот это синим ящики 8 от греции 75 вот делаешь так это такие же мандарины да мы их спрашивали то же самое что там да да есть еще мандарин который мы не спрашивать давай расскажи нам цены так мы расскажи нам цены на овощи перец 130 135 красный желтый помидор перец чили этот баклажан баклажан 140 капи кабачок 110 все рассказал расскажи график ваша работа как вы работаете работы мы работаем с 5 утра в магазин в 5 утра и до последнего клиента вчера мы закрыли магазин по 12 так как как вы будете работать на новогодние праздники 31 работаете и выходите потом 2 2 2 числа 2 ты уже будешь работать телефон даешь чтобы звонить заказывать говори 096-281-6701 звоните супер к за можем даже новой почтой отправить отлично огромный раз новая почта красивый ассортимент красивый тоже самый красивый запах здесь не даже покупатели говорят заходишь здесь честно говоря я зашел ими я даже растерялся что мне даже вот допустим на новый год надо сделать как бы покупку да не ты не понял почему здесь пакет как минимум я по ящику но я зашел я растерялся вот чтобы допустим допустим два варианта апельсины и мандарина я тут зашел я начинаю теряться не сказал еще за клубнику а там идем еще там еще не все подожди ну я понимаю но когда я здесь на входе имбирь есть почему почему имбирь имбирь пачка клубника под заказ клубника да человек заказал мы ему сделали у нас там еще пара свободных ящиков 459 килограмм то есть вам можно звонить и заказывать даже то чего нету в ассортименте как говорят в одессе нам было трудно но мы достали любой любой вид это цитруса там разные идет и чеснок еще причем скажи чеснок 120 и 115 раз то 20 115 она отчего цена зависит от размера 22 павильон мы как всегда как всегда доброе утро бизнес ничего личного привет здравствуй даже а здесь пахнет специями да вот мы были в цитрус и запах здесь активе заходишь здесь сладость но приятный везде запах да да вот это круто у нас прекрасно как у тебя да очень приятно что ты ведешь даже стримы мне это нравится и я постоянно захожу и постоянно я подписан на тебя я всегда доброе утро ну рассказывай что у нас что-то есть годом как-то вообще что-то цены поменялись ассортимент как-то поменялся что она что перед новым годом какая ситуация манга да по пол килограмм по 150 гривен это новинка на тебя получили 150 гривен стоит что так что тогда моя жена тебе передала огромный привет за вот это она сказала это супер за день все съела или за счастливе как как быстро все это было съездим саша лучше ухты ухты так ну ты вот ты специально это делаешь ну зачем у вас там дома было чудо что все было сладенький у нас причем такая холла полкил 150 гривен 150 гривен полкило ну это мы знаем уже по чем такой манга сегодня 220 полкило а это что такое это тоже это похвал вот эта коробочка 50 гривен вот если сейчас знаешь что мы с тобой по коробочке точно давай не начинать сейчас по-любому да так получили по полкилограмм 90 гривен здесь полкило здесь килограмм 106 и это 100 гривен постела яблочная человечка ухты класс инвидные пряники почем 100 гривен домашней себе это мой класс так и что здесь вот такие цветные штучки 250 гривен суши турецкий полтора килограмм 220 полтора килограмм 300 гривен тоже полтора килограмм 220 два вида по килограмму по 160 и 2 килограмм 270 смотри на прошлый раз только вот эти были ну а это у тебя уже увеличиваешь объем это холода почему он писать на 150 должно быть так это у нас гранат и виноград и я пробовал я знаю мы кушали да обалденно вкусно реально вкусно я знаю так с маслом давай давай хорошо давай записаться шкаф вчера получили здесь килограмм килограмм 400 давай за рис расскажем риска нам 120 вот такой же рис 5 килограмм 500 гривен 5 килограмм филики без кошечки 500 гривен так а 280 килограмм без килограмм из полки то есть люди приходят они уже сами будут ты что-то подскажешь выборы вот человек допустим не любит там с одним видом вот ты можешь паскар чакру турецкая назовите она пожалуйста на курагу 350 270 по 200 250 и 280 изюм 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 вот два вида по 300 гривен давай перечислим какие тебя есть орехи муж их очень много или наверно сказать всем вот все орехи существуют в природе до плюс-минус у тебя макадамии пожалуйста чистое здоровье и ну и знаменит этого и куда мой легендарный кофе который я люблю 450 да и чай вот хороший тоже турецкий хорошее 4 так смотрю смотрю у тебя появились легкие маслинки без косточки на грил очень вкусно они уже дарили сделано не сделано вот и тут и смотрю в пакетиках у тебя есть друзья в рамках от такого обзора мы не можем рассказать цены на каждую позицию поэтому мы сейчас у нас а попросим номер телефона тебе можно звонить заказывать задавать вопросы ты расскажешь про новинки говори номер телефона и работаем каждый день без выходных кроме пятницы по пятнице сейчас до двух нас не будет видео мечет как бы но я в час не будет это каждую пятницу как вы работаете 31 числа вы работаете и когда выходите 2 на встретил встретил второй выходной по чем масло и вот а поменьше ну и да и специи специи да у тебя их очень много что почем офис тоже это полкило сколько видов у тебя специи расскажи наверно 100 . 100 точно то есть есть моно вкуса есть миксы делаешь различные да все что надо они сами собираем чисто без соли то есть человек пришел заказал допустим говорит мне там для мариновки сало допустим или для мяса курицы молодец а вот давай давай смоделировать ситуацию одесский воздух вот чтобы ты добавил из специй вот чем бы у нас в одессе воздух поход такой вот это такой был запах такого летнего вечера где-то ты вот на пляже до сидишь да 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 молодец красавец если я сделаю оттуда чувствовать наберете сказать это ваш да 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 красавчик так ну и хранятся специи у тебя все вот закрытые да они ты отправляешь от какого веса если кому-то там для себя как бы там с килограмма полкило там сделаем а кому-то на продажу тоже это мы сейчас называли все розничные цены оптовые цены будут другие друзья кто интересуется оптом звоните анасу интересуетесь договаривайтесь говорите что вы от сан саныча или от модестовича и у него у него у него даже есть два два моих покупателя которые приходят именно к нему говорит раньше мы ходили туда теперь мы заходим к тебе довольно довольны все все нормально если вы говорите это быстренько нам почисть рыбку а мы пошли до я я серьезно да мы уже нашли мы уже были ну конечно и самое главное что новогодняя новогодняя универсальная специя даже даже я знаю что сейчас на нее смотрю реально такая красивая яркая то есть даже если вы не будете пользоваться возьмите вот так вот на елочку прикрепите будет красиво висеть что-то такое настоящий шафран друзья один грамм 100 грамм здесь сколько грамм держи у тебя ванилька еще есть я если не кая и да я знаю мне даже это вот она пахнет саня ну просто я не знаю мне нравится запах этот да да слушай даже через через и у тебя есть вот такие мельнички которые вот кстати на подарок можно сейчас хорошо да вот мне нравится и я спецовнице ты продал я продал я сегодня получу все забрали еще заказали много люди все видели наверно знают это да вот такие вот у нас спецовницы ну смотри продал такие моя тоже уже увидела уже давай ты мне сделай все которые я сижу как бы за тик ток а мы сейчас тебя для тех только снимем друзья кто захочет посмотреть анаса в тик токе ухты это что оливковое масло масло что что-то внутри розмарин это сперч это должно быть это первый холодный очень настоящий какая цена 250 грн пол литра я вот знаешь думаю сейчас вот допустим кому-то даже идти в гости вот это даже на подарок взять мне кажется идеально идеально чего нет там какие-то сладости да да отлично ну правильно вместо цветов в принципе можно у тебя можно написать магазин подарков да конечно подарочный магазин все у нас огромное тебе спасибо хорошей торговли заходят звонят пишут да высылаю деньги и побольше да обязательно обязательно все пока магазин номер 10 и будем узнавать свежие цены на зелень мэгги доброе утро доброе утро слушайте а мы пришли сколько сейчас пол восьмого у вас уже я смотрю много чего нету хорошо работаете что это у нас по чем кинза сегодня 200 гривен 200 гривен за килограмм мята 500 мята 500 лучок 150 лучок 150 это тоже кинза да да это что сельдерей сельдерей почем 20 это розмарин 400 400 розмарин а что такое тимьян 500 так что здесь шпина 250 килограмм 250 килограмм салат салата 350 килограмм всего 350 чуть-чуть цены поднялись до подняли потому что товара не вот такая такой набор рукав 450 килограмм здесь сколько идет в этой 125 грамм 125 грамм так что тут у нас петрушка петрушка почем 150 укропчик то же самое это ледяной фризе это фризе почем 200 сельдерей стебель 120 120 что это петрушки корень петрушка 130 50 килограмм весовой 40 гривен пучковой есть пучок до 40 это что рамен рамен и айсберг айсберг 150 килограмм вам можно звонить заказывать говорите номер телефона 068 638 0877 спасибо хорошего торговли до свидания для тех людей которых спрашивали где парк и вот он на вот эти въезд в парк и за ну мы всегда ориентируемся пальма пальма вот пальма весной корпус новый а у нас облице пантелеймоновская вот так вот вот там вот у нас екатерининская вот туда у нас ничего внутри 28 идет и 28 трамвай на самом деле я тебе хочу сказать вода оставить следующее смотри еще даже не расцвело до конца мы с тобой а мы солнышко будет красиво уже пошел прогноз погоды мы перейдем на ту сторону кстати сегодня какая-то движуха такая да да ну сегодня вторник и я тебе скажу что где мы не были фактически все продавцы были очень сильно заняты да да ну понятно что перед перед праздниками как не крути а движение есть наблюдение но вы все видели что цены собственно везде поднялись то есть ну и там единство мне кажется вот на специях да ничего не поменялось но на специи орешки да 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 я имею вот у нас а так везде смотри и цитрусовые и их даже картошка даже точно будет этот плюс-минус он тоже подорожал но будем надеяться что это сезонный всплеск который после праздников пройдет я думаю что сейчас вот в основном знаешь как у нас вроде бы все надо надо а как всегда стол накроешь а потом еще дает доедаем до дня три-четыре надо это точно все вечно всего наготавливается полный холодильник а кто это будет кушать ну я я знаю по себе что я по себе знаю кто это будет кушать ну друзья до 7 не до в общем мы вам показали по максимуму все что там успели скажем так взамен нам ничего не надо кроме жирного прижирного лайка вот такой если вы до сих пор еще не подписались на youtube канал взрослый разговор то уже настало пора это сделать прямо под видео есть кнопочка подписаться нажимайте на нее рядом с ней нажимайте на колокольчик и вы не пропустите ни одного видео на моем канале но если просмотра видео у вас все-таки остались ко мне личные вопросы или к александру модестовичу вот мой инстаграм подписывайтесь на меня в инстаграм пишите мне в личку и отвечаю очень очень быстро и кстати не будьте жадинами обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях там тоже все очень просто прямо под видео есть кнопочка поделиться нажимайте на нее и разбросайте видео по всему интернету ну александр модестович прогноз могу могу сказать одно ребят не загадываю но судя по моим всем каналам новый год мы будем встречать все-таки в рубашках в рубашках без снега без снега сожалению объясняет а там немножко может быть за дождится в пятницу но это я сомневаюсь это это все леса если будут увидим дождя ну да не снега у нас такие все-таки тепло в одессе сегодня вообще меня порадовал мне даже я вот потеплее оделся тут и был простужим он думаю не я вы лучше потеплее у меня действительно реально немножко что жарковато плюс к этому что я сейчас еще на работу вот но я тебе скажу что на самом деле немножко серовато я вот почему оделся ветер да ветер с моря да да вы я вот отдел шапку потому что вроде бы уехал знаешь машине показывает тепло а вышел сырость чувствуется за и раз есть ветерочек небольшой он смотрим всегда такой вот это парни вот на самом деле кто сегодня не работает и там есть возможность можете приехать сегодня на море те которые одессы с одессы гости одессы сегодня будет очень красиво на море тишина стиль стиль а вот тишина будет и реально даже действительно очень будет и запах и вот подышать морским воздухом это очень всегда полезно знаю по себе если в принципе чувствуется морской воздух везде я потому что ну гости нашего города когда приезжают в одессу это мы сразу чувствуем этот запах мы конечно постоянно живем ощущаю это только если мы надолго уезжаем из одессы возвращаемся и тогда даже вот на перроне вокзала ты выходишь с поезда и чувствуешь запах моря александр модель что теперь давай вопрос который тоже нас всех интересует что же с рыбой рыба есть но нельзя но не вся вот как я и предполагал что перед новым годом судака не будет значит его не будет навигацию закрыли закрыли там где можно было ловить ну уже будем ждать аж февраля месяца по есть кто не успел туда поздал ребят мы не все сильны и понимать нужно было тоже что-то как но кипаль есть слава богу и будет по чуть-чуть ну как ни странно декабрь месяц я вообще шок я не помню ни одного года что в декабре месяце было кипал но по чуть-чуть ловят потому что тепло потому что тепло она никуда не ушла очень приятно реально приятно новость мне показали доказали лебедевки прорвало прорву наконец-то вот эти все лиманы тузловский которые практически были уничтожены там 200 метров прорвало прорву вода полностью за все это считайте на следующий год на следующий год на осень буду надеяться все же будет хорошо что будет очень много рыб и будет намного дешевле потому что если тот те лиманы будут работать это будет вот так я знаю эти риман я знаю же оттуда рыбу очень вкусная голда на чтобы она зашла чтобы она там откормилась там кормовая база очень хорошим саш ну и смотри в принципе подробный обзор мы сделаем четверг данного ряда вы будете знать все цены на рыбу вы будете знать ассортимент который есть по рыбе и собственно сможете наверное еще что-то успеть себе купить может быть да не она все равно что-то будет и вы обращайтесь вы не думаете что все с край кошмар а куда нужно в центральную прачечную телефон александр ноль шестьдесят семь сто тридцать три семьдесят один восемьдесят восемь вот мы идем а здесь елочки а кстати давайте сделаем взрослых сразу посмотрим посмотрим почем же елочки у нас доброе утро а почем такие елочки 200 гривен это самые маленькие вот эти почем вот эти почем эти 200 такие 250 откуда елочки приехали иваново на француз так вот он шаг прям вот смотри пошла движуха то смотри смотри он на тоже ребята тоже а эти да это тоже то оттуда западная украина этой ребят я знаю есть такая штука сразу упаковывать я знаю у них сало есть сало и грибы я знаю как это правильно называется доброе утро как это называется почем она 3 500 3 500 такая вот это говорит о том что все легально все официально да супер а елки почем почем она к сот а такая сколько 1100 это как правильно называется пихта да 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 я знаю что у них нет но супер а скажи а это елки а елки почем 300 ивер супер ребят а вот эти вот наборные от скольки до скольки 150 за какой размер вот такая сколько вот стоит вот это вот это это 250 вот такая сколько а вот 50 кузов вот это самая большая скупания лесом за запахло 400 а можно еще просто ветки у вас купи да супер ребят приятно мы сегодня делали обзор оптового ряда но заодно узнали еще цены и на лесные красавицы вот это и модеста и суды вот там уже горит кофейня у виталика у тебя в руках есть сладости я не вижу повода меня у меня работы много тебя сложно вообще уговорить ребят спасибо хорошей торговли тебя сложно уговорить когда говорит что есть сладости и кофе в общем друзья мы рады что вы были с нами напоминаю что сегодня двадцать шестое декабря две тысячи двадцать третьего года вы на youtube канале взрослый разговор тематика канала это летопись современной жизни мы показываем реальную жизнь такой какая она есть и собственно это видео этот день уже вошел в историю мы будем говорить по и этот год уже практически тоже вошел в историю поэтому смотрите нас дальше обязательно подписывайтесь потому что впереди много видео очень много видео на канале уже отснято на канале на самом деле больше тысячи видео иногда мне пишут а с ними вот то вот то вот то друзья очень много видео уже про то что вы пишете есть особенно там мы до войны и показывали прогулки по одессе вы показывали разные локации интересные мы очень много показали коблево затоки разные наши пляжи уже на самом деле даже к сожалению есть и места которых и нету а на youtube канале и есть так что как я говорю это летопись современной жизни эта история спасибо что вы были с нами мы вот практически дошли до кававарев давай виталику сделаем рекламу у него хороший кофе на самом деле всегда самое самое интересное когда мы с тобой принесли икру помнишь да вот и девочки стояли здесь пока мы снимем а вот мне так смешно было вот так это же вы были там с этой икрой сан-санычем а сан-саныч там друзья еще раз напоминаю что кававары находится вот преображенска книжный переулок ну и собственно все идем пить кофе идем